Сегодня речь пойдет о лицемерии, о том, как некоторые люди, делая одно в одном месте и говорят, что это правильно, делают совершенно другое в другом месте и говорят, что это тоже правильно. Но дело в том, что это и это совершенно диаметрально противоположные действия, но делают их одни и те же люди. В этом ролике я не буду высказывать свою позицию относительно того, что происходит сейчас. Она у меня есть. Она может отличаться или совпадать с вашей. Я не хочу искать сейчас единомышленников или наоборот тех, с кем бы я хотел вступить в дискуссию. Речь пойдет о совершенно других побочных вещах, которые происходят во всем мире из-за этого. Во все времена некоторые вещи всегда были вне войн, вне политики, вне чего-либо еще. Но некоторые вещи были именно политизированы и несли какую-то повестку, и мы к этому привыкли. Спорт всегда был тем или той отдушиной, где все забывали о каких-либо различиях. Расовых, территориальных, вероисповедания или еще каких-то. И когда придумывались Олимпийские игры, и все это, например, носило только лишь зачаточный характер, суть была в том, что на время проведения каких-то спортивных мероприятий останавливались все вещи, все войны, ссоры и так далее. Но даже если они не останавливались, такое тоже было, и эти правила нарушались, то сами спортивные мероприятия продолжали проводиться так же, как и проводились. И мне непонятно, почему из-за сложившейся ситуации сейчас вдруг кто-то там решил, что спортсменов, которые посвятили спорту всю свою жизнь, это не то, что их работа, это их основная цель в их жизни, это их призвание, это их желание, это то, что они умеют делать и то, ради чего они живут. И почему-то кто-то вдруг решил, что из-за того, что происходит где-то там, вне спорта, нужно принимать решение об исключении этих людей из спортивных мероприятий, из спортивных каких-то клубов, исключать из чемпионатов. То есть из-за того, что происходит там, где участвуют тоже люди, но не эти, вдруг по какой-то причине некоторые люди принимают о том решение, что этот человек или группа людей прожили жизнь зря, ну так как они посвятили этому всю свою жизнь. Стремление быть первым – это то, что они всегда хотели. Но у них это убрали, отобрали, я бы даже сказал. Отобрали возможность, при том, что именно они ничего не нарушали, не употребляя запрещенных препаратов, не высказывали никакую свою позицию относительно того или другого. Но вдруг по какой-то причине Запад решил отменять этих людей. При этом лицемерно стремясь угодить любому расовому, сексуальному или национальному или еще какому-то меньшинству, они дают в немилость целый народ, целая каста людей. И это, наверное, неправильно. Несмотря на то, что происходит сейчас. Почему-то вдруг Запад решил, что каждый должен иметь какую-то позицию. Либо за, либо против. Ведь много других вещей, сейчас, возможно, я скажу плохую штуку, происходили, продолжают происходить и будут происходить вне зависимости от этого события. В Африке, в странах третьего мира, во что превращается Индия и прочее. Но почему-то в данном случае никто не шантажирует производителей Кока-Колы, производителей каких-то вещей, автомобилей, компьютерной техники и прочего. Не работать конкретно с этими людьми. Не работать конкретно с этой страной. Ведь и без того людей, которые находятся в не очень хорошем положении, угнетают еще больше и сильнее. Выглядит это все как поведение некой истеричной женщины. Женщины, не в обиду вам, скоро праздник 8 марта, но тем не менее вам это свойственно. Вы люди, которые думают чувствами. И это неплохо, вы просто такие. И когда женщина не может своего чего-то добиться, она начинает шантажировать. Или ребенок даже. Тоже, в принципе, ему это свойственно. И вне зависимости от пола. Если он не получает любимую игрушку, он начинает шантажировать своих родителей, плачем, топать ногами, чем угодно. Он пытается сделать так, чтобы его родителям было некомфортно. И они дали ему то, что он хочет, заменив и вернув себе свой комфорт. Запад пытается делать сейчас то же самое. Они пытаются сделать нам некомфортно, чтобы получить то, что они хотят. Возможно, они в это верят. И думают, что так и будет. А возможно, они просто сделают нас сильнее. Более независимыми, более самостоятельными. Такими же, как Корея и Китай. В принципе, все к этому и идет. И я сейчас еще раз повторюсь. Я не высказываюсь о том, что происходит там. Плохо это или хорошо. Я высказываюсь о том, что происходит здесь или дальше во всей стране. Страна-то большая. Она не только в Москве, а еще есть целое расстояние до Владивостока, где тоже живут люди. Больше всего расстраивает, когда высказываются те, кто вырос в этой стране. Кто получил возможности в этой стране. Кто вел бизнес в этой стране. И кто зарабатывал деньги в этой стране. Крупные эти компании пытаются сделать то, что я бы назвал маразмом. И я сейчас не говорю о тех случаях, когда приостанавливают отгрузки. И это не по причине каких-то санкций, а по причине дестабилизированной ситуации с рублем. Они не понимают, они не хотят получать фантики за свой товар. А валютного расчета как такового нет. И это нормально. Те вещи, которые стоят так называемые на стоп-отгрузках, когда все устаканится, вернутся. А речь идет о компаниях, вещах, которые принимают какие-то непонятные решения. Microsoft перестает продавать и поддерживать Windows на территории Российской Федерации. Вы серьезны? Производители игр многие перестают продавать свои продукты на территории Российской Федерации. И более того, пытаются их отобрать у тех, кто это уже купил. Cyberpunk, CD Projekt Red, производители, разработчики Cyberpunk и Ведьмака. Да вы благодарны по гроб жизни должны быть территорией всего СНГ, в том числе Украины, Белоруссии, всего СНГ, русскоговорящего сообщества. Кто полюбил ваше славянское фэнтези, поверил в него, занес вам деньги первый, второй, третий раз и сделали по сути из вас компанию такого класса. И Cyberpunk поднимали тоже мы. верили в вас, мы шли на ГОГ, покупали специально там, чтобы вы заработали больше денег. И даже когда вы сделали не то, что все просили, все равно продолжали верить и ждать. Большинство в своем тоже мы, потому что это свойственно нам. А на ГОГи берут и отбирают у людей просто игры, закрывают. Неужели после всего этого вы думаете, что вам поверят, понесут деньги в следующий раз в ваш магазин? Или вы пытаетесь нас этим напугать? Да нет, вы на самом деле ничего не теряете, потому что вы уже продали здесь все. И вы просто решили примазаться туда, к модной повестке, то, что вы делаете регулярно. Пытаясь ублажить полторы феминистки, пытаясь ублажить все расовые гендерные принадлежности вне зависимости от того, хочется вам или не хочется, потому что во времена третьего ведьмака вам плевать было на это все. И неужели ни одна из этих компаний не оценивает ту помощь, тот вклад страны полностью, всех структур, которые помогали им зарабатывать? Вы вспомните нулевые 2000-2005 год у нас не принято было платить за винду. Это было мое ты что, вы хоть знаете кого-нибудь из своих сверстников, кому 30 сейчас, который человек покупал винду? Никто не платил за mp3, зайцев.net, скачивали вконтакте, с фтп серверов где только не скачивали. Никто не платил за фильмы и сериалы в принципе. И только благодаря деятельности всех наших структур, Роскомнадзора, кто бы к нему не относился, блокировки всех сайтов с пиратским контентом. Да, многие обходят эту штуку VPN-ом, но не все. Большинство начали платить. Покупать Яндекс.Музыку, послушать Apple Music, Netflix, многие подписки Disney, HBO и все все это прочее. Хотите в кинотеатры в конце концов, вместо того, чтобы покупать долбанный камрип в день релиза на DVD, вместо того, чтобы пойти в кинотеатр. Целые госструктуры наказывали административно и не только людей, которые распространяли пиратские копии Windows, а в организации ввели огромные штрафы. Если вы работаете в какой-нибудь крупной компании, вы меня понимаете. Купить операционную систему, точнее, купить железо без операционной системы попросту невозможно. А если вы покупаете операционную систему, она должна быть обязательно профессиональной, которая в полтора раза дороже. И понятно, я сейчас говорю, возможно, простые вещи, так и должно быть, ты мол о чем, но этого не было. И неужели они думают, что если они сейчас вот это сделают, большинство из нас испугается и пойдет как-то настаивать на том, чтобы изменилась ситуация в целом? Нет. Все вернутся в нулевые. Будут скачивать mp3, будут скачивать фильмы с рутрекерой и других подобных сайтов. Будут скачивать пиратские игры. Ну да, онлайн, конечно, игры никак не обойти данным способом. VPN, регистрация. Вы вспомните, когда запретили Cool of Duty на территории России Modern Warfare 19-го года? Многие это обходили. Вот так, пиратская винда. Будет использоваться возможно и в компаниях. И что Microsoft сделает? Что кто-то сможет сделать? Ничего. Подадут суд на нас? Я думаю, это вообще чисто мой маразм. Вы хотите уничтожить полностью сферу кинотеатров в стране? Да, российское кино будет крутиться. А вы не думаете, что может произойти тот факт, а в 90-е в нулевые такое было, что люди просто будут качать 4К РИП какой-нибудь и крутить его в кинотеатре без какого-либо лицензионного проката? И что? Кто запретит? Наши власти пойдут защищать ваши интеллектуальные права? Думаю, после такого нет. Вы убиваете бизнес. И вместо того, чтобы получать хоть какие-то лицензионные отчисления с проката того или нового кино, вы можете лишиться всего. Это мои предположения, но вы можете лишиться всего. На дискотеках, в клубах крутили всегда музыку с авторскими правами, никто никому ничего не платил. Сейчас только к этому люди пришли. Вы пытаетесь их посадить на бутылочное горлышко и думаете, что они будут это терпеть? Вы, наверное, глубоко ошибаетесь. Пройдет время, все пройдет. Много переживали мы, мир, в принципе. И после любой темной ночи всегда наступает рассвет. но смогут ли потом эти ребята вернуться обратно? Они по-любому будут это делать. Потому что желание заработать всегда выше их собственных принципов. Они лицемеры. Ради денег они будут пытаться угодить всем, в том числе и нам, когда им это будет выгодно. Так же, как это было выгодно Microsoft, CD Projekt Red, создателем Elden Ring, этой игры, создателем голливудских блокбастеров. Вы помните тот период, когда Машков и еще некоторые российские актеры Хабенский снимались в западном кино. Особо опасен, по-моему, и так далее. В миссии невыполнимы снимались наши актеры, потому что им это было выгодно. И придет момент, когда им тоже это станет выгодно. только вопрос, будет ли это интересно нам, простому народу, который они пытались задавить, как-то принизить, как-то ограничить в чем-то, лишить свободы и права. То, о чем они кричат на каждом шагу. Нужно ли это будет вам, нам, всем. Это уже выбор каждого. Ура Ура Продолжение следует...